Здравствуйте, меня зовут Лидия Корчемная, я из Австралии. В одном из роликов я рассказала об отличиях Австралии от США. Сегодня я решила рассказать об отличиях Австралии еще от одного иммиграционного гиганта – Канады. Прежде всего, надо сказать, что если Австралия и США действительно очень сильно отличаются по образу жизни, обществу, политике, культуре, то с Канадой все гораздо сложнее. Сразу скажу, что в конце рассказа появится Путин, так что делать нечего, придется все от меня выслушать. Начну с того, что сходство Австралии с Канадой не только внешнее. Канада имеет тоже политическое устройство – британский доминион с царствующим, но не правящим королем, схожие политические партии, английскую судебную систему, те же государственные институты. Ценностные ряды в этих странах также очень похожи. Канадцы не готовы на принесение себя в жертву зеленому башку, любят отдых на природе, спорт, размеренный образ жизни, тихие семейные вечера. Но отличия все же есть. Очевидно, климат. Австралию в известной степени можно рассматривать как один огромный курорт. Почти все большие города страны расположены на океане и соревнуются друг с другом по белизне песка на роскошных пляжах и продолжительности, спойлер, бесконечно купального сезона. Канада – холодная страна, лучший климат Британской Колумбии и Онтарию, но при том там прохладное лето и мягкая, но вполне себе зима со снегом и метелями. В остальной Канаде достаточно суровые зимы. Лев Толстой с князем Кропоткиным рекомендовали старообрядцам спасаться в Канаде. Климат тот же, считай, что и не уезжали, только никто не преследует. Так как я замерзала в Торонто под ледяным ветром в Сонтарию, я мерзла только в ныне китайском, к сожалению, Харвине. Теперь не о таком очевидном. Канада, как и Австралия – федерация. Штаты там называются провинции. Ну а в отличие от Австралии, в политико-территориальном устройстве Канады заложены вполне себе нормальные бомбы. Крупнейшая провинция Канады – Квебек, франкоговорящая, с очень интересной и бурной историей, сложившимися традициями, особой квебекской культурой, театром, музыкой, литературой и даже аристократией. И это неудивительно. Этой французской колонии уже больше 400 лет. На протяжении веков Квебек противостоит английским провинциям, например, Антарию, где тоже имеется своя культура, литература, язык, музыка и аристократия. Никакого восторга ни жителей, ни политики разных провинций друг от друга не испытывают. Конфликт носит, как водится, исторический характер. Перенесен с европейского континента. Осваивать территорию начали французы. Англичане в 1760 году захватили Квебек, а в 1763 году по результатам Парижского мира вся Канада отошла англичанам. Многие квебекцы радуются за выход из федерации и создание собственного государства, не считая себя частью британского содружества. Конфликты провинции с федеральными властями продолжаются без конца и края. Разговоры о мультикультурности, многоязычности, равенстве английского и французского языков в документообороте помогают, но мало и ненадолго. В общем, как пишут про глубокие семейные ссоры, у них там все сложно. Другая тема – местная Тюменская область или, допустим, Якутия. Это провинции Альберта и Британская Колумбия, расположенные на западе страны. Тут концентрируются основные запасы нефти, газа, ряда других месторождений, лес. Никакого желания кормить деньгами федеральный центр, просто получая в ответ одобрительные взгляды, соотечественников ни жителей, ни политики этих провинций не имеют. В этом конфликте экономических интересов все каждый раз проходит под тоненькой, требует политической эквилибристики и острого чувства баланса. Это как если бы власти Якутии, проявив экономическую сметку, регулярно посылали бы Москву с ее геополитикой по разным интересным адресам, а точнее по одному известному адресу. Есть в Канаде еще одна бомба, о ней стоит рассказать поподробнее. Это бомба внешняя. Дело в том, что Канада живет и существует в условиях, находящейся рядом другой планеты с гравитационным полем в десятки раз мощнее. Это, конечно, США. Мало того, на беду для въезда туда не надо ничего. Просто сел в машину, самолет, автобус и поехал. А из Торонто можно даже пройти пешком через мост. И что еще хуже, говорят там все на том же языке и думают так же. А еще у огромного количества канадцев там живут. Родственники, друзья, одноклассники, девушки и партнеры по гольфу. Канадцы, как и австралийцы, очень лояльны к своей стране. Назовут вам тысячу и одну причину, почему жить в Торонто лучше, чем в Нью-Йорке. Но правда состоит и в том, что Америка предлагает зарплаты и бизнес-возможности, которые в Канаде получить практически невозможно. Гравитационное поле Америки вообще давно вытягивает со всего мира лучших программистов, инженеров, ученых, врачей, архитекторов. Но в Канаде его действия чувствуются буквально во всем. Для того, чтобы пройти интервью в Нью-Йорке, туда надо просто сгонять на автобусе из Торонто. И при предложении американских зарплат у канадцев лояльность к своей стране как-то мельчает и растворяется в морозные дыньки великих озер. Этот фактор, конечно же, оказывает огромное влияние на канадское общество, экономику и местные бизнеса. Хотя, с другой стороны, американские компании обильно и с удовольствием инвестируют в Канаду, открывая там свои филиалы, аутлеты, пользуются канадскими ресурсными возможностями. С этой точки зрения Австралия, отделенная Тихим океаном от США, имеет некие преимущества перед Канадой, хотя и у нас здесь гравитационное поле. Ой-ой-ой. Кстати, раз уж об этом зашел разговор, взгляд американцев на канадцев тоже неоднозначен. Я бы сформулировала его как некое снисходительное отношение к уютно устроившейся бывшей жене, получающей щедрые элементы, которые не очень хочется платить, но деться некуда, решение суда есть решение суда. При этом бывшие еще время от времени что-то бормочут о равенстве, ну не слишком громко, чтобы не сильно раздражать. А еще бывшие сохраняют видимость дружеских отношений, время от времени по-свойски забегают на чай, ничего не принося с собой, а бильный агент и после ее ухода пропадают серебряные ложки. Под этим американским мнением на самом деле есть некая база. Канада живет под реальным военным зонтом США, но на оборону тратит несопоставимо мало. Американцы не без оснований полагают, что будь расходы хоть немного пропорциональны, от канадского благополучия не осталось бы и следа. Помимо того, Канада следует в кельваторе драгостоящей американской внешней политики, зачастую получая щедрые дивиденды, не внося туда соответствующего вклада и не неся никакой ответственности за провалы. Все это частично является правдой. Особенное раздражение у могучих соседей вызывает канадская пресса и телевидение. Там, вне зависимости от партийной и социальной ориентации, бесконечно обсуждаются американцы с их неумением жить, кроме от тупых и старых американских президентов, неуютность городов, социальные язвы, неумение американцам громко и торжественно захлопнуть без одной минуты пять крышку компьютера и уйти домой, даже если от этого вся работа за месяц пойдет на смарку. Подытоживая сегодняшний разговор. По устройству жизни Канада и Австралия, наверное, самые близкие друг к другу страны. Если спросить у обычного австралийца, как он воспринимает Канаду, то вы услышите, что это охлажденная и слегка замерзшая Австралия, чуть менее благополучная в рамках отечественного патриотизма. От тех, кто был в Канаде, можно еще услышать про кленовый сироп, хоккей и Путина. Не подумайте плохого. Путин это картошка фри под перченым мясным соусом в мороз в самый раз. С вами была Лидия Корчевна и все наоборот. YouTube канал об Австралии и обо всем на свете. Если есть вопросы, пишите на e-mail, вы видите его сейчас на экране. Расскажите о себе, своей ситуации и планах. Я всем постараюсь быстро ответить. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь на канал, разместите ссылки на него в соцсетях, поставите лайк, напишите отзыв, вопрос, мнение, обсудите со своими друзьями. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.